В коридорах следственного изолятора всегда тихо. Порядок берегут сотрудники службы охраны, которые при виде начальства рапортует обо всем, что здесь происходит. Следственный изолятор – это малый город в большом городе. В чем он заключается? Потому что здесь все. Здесь и медицина, здесь и хозяйственная служба, и тыловая служба, и режим безопасности, и оперативная служба, и медицинская служба. Здесь все службы работают как в городе. Ветеранов Сина проработал в СИЗО номер 2 36 лет. Из них 19 – должности начальника изолятора. За несколько десятилетий образ преступника несколько раз поменялся, говорит он. В 90-е годы пришли. Здесь почти группировки, пошли серьезные преступления, рекет, бандитизм, терроризм. В музее истории СИЗО можно отследить ход времени. Если сначала тут изымались запрещенные предметы в виде игральных карт, то теперь сотовые телефоны. Второй СИЗО состоит из двух корпусов – современного и старого. Кирпичная кладка и полусводы до сих пор напоминают о трехвековой истории здания. Два века здесь просуществовала Макаревская церковь, построенная в 1712 году. Во время советских репрессий в 30-е годы она превратилась в пересыльную тюрьму. И в 60-е годы здесь начала функционировать СИЗО номер два. Условия содержания арестованных сейчас стали более гуманными, вступили в силу новые изменения в законе. И то, что раньше было нельзя, теперь стало можно. В СИЗО содержатся и беременные, и женщины с грудными детьми. Благодаря новым изменениям они могут ежедневно принимать душ. Для этих категорий предусмотрены более комфортные условия для пребывания здесь. А помимо этого и всем остальным разрешили пользоваться электронными книгами, а их родные смогут посещать подследственных с помощью электронной записи. Изменения касаются порядка содержания в карцерном помещении, а также порядка проведения обысков и досмотров. Вызвать врача из платной клиники, пригласить нотариуса и даже парикмахера – все это позволяют нововведения. Особенно это облегчит жизнь инвалидам. Кстати, для них оборудованы специальные камеры. Данные камеры оборудуются пандусами. Также у них расширен туалет, чтобы они могли заехать на инвалидной коляске. СИЗО – это не конечный пункт. По какому пути отправится арестованный решит суд, но порой его ждут годами.